1 2 1 2 1 2 раз еще раз о формуле красоты а статике о динамике а ритме и так вооружившись математикой начав с простого орнамента симметрии используя божественную пропорцию золотую спираль художник пытается построить окно в реальный мир он использует вышеупомянутые приемы стремится гармонии собирается создать иллюзию пространства но размещает эти кусочки мазаки на двухмерной плоскости его плоскость наполняется объектами и и делят линии зримые и незримые если предметы их группы вписываются в простые геометрические фигуры ну такие например как квадрат там прямоугольник грани этих фигур и линии всего изображения стремятся к осям горизонтальным или вертикальным это статика в картине если же объекты организуют круг или несимметричные какие-то фигуры треугольники например а условные линии тяготеют к диагоналям это динамика в картине ну понятно что в модели окружающего мира должны присутствовать обе составляющие ну хотя бы для контраста но границы нашей картинной плоскости наша рама она априори статично поэтому в мировом искусстве можно найти абсолютно динамические композиции вообще доминирование статики или динамики вот это педалирование одной из этих составляющих собственно определяет какова будет наша модель мира что будет происходить в этом самом окне картине будет ли это исполненный покоя натюрморт натюрморт французского мертвая натура или стил лебен с голландского тихая жизнь или это будет величественный пейзаж или чинный полный достоинства парадный портрет это примеры рожденные статикой или динамика откроет нам какую-то выхваченную секунду движения танец водоворот эмоций фотокадр может быть который заставит наш мозг оживлять картинку и додумывать до и после все зависит от замысла автора конечно но иногда от моды установок господствующего стиля но так трудно встретить подлинно динамическую композицию в готическом искусстве на этому противится вся музыка вся логика такого торжественного культовой стиля и напротив статика в общем-то немыслимо для эпохи барокко причудливого беспокойного экспрессивного что касается ритма ритм одна из важных частиц формуле красоты которую мы пытаемся воссоздать то но например в музыке где этот термин встречается чаще это звуки и паузы в живописи это объекты и расстояние между ними как мы уже замечали ритм бывает простой регулярный как на орнаментах там 0 1 0 1 он часто используется в дизайне где принято все выхолощивать упрощать и приводить уже к некой условности ну вообще-то заведомо такой оцифрованный мир немножко мы можем использовать такой ритмы в картине чтобы подчеркнуть особую торжественность строгость при изображении шествия процессии например или безликости однообразие современной архитектуры в урбанистических пейзажах мы хотим показать но это все же редкость как редко можно встретить в природе ряд абсолютно одинаковых деревьев на равном расстоянии друг от друга даже если их посадил человек существует все таки объективные искажения перспективы в конце концов на картине чаще используется более сложный нерегулярный ритм художники избегают повторяющихся отрезков и сочетают их но эти отрезки эти паузы эти цезуры как говорят вольны или невольно в пропорции близких к золотому сечению ну так получается ну вот попробуйте попробуйте разбросать на столе 5 зернышек апельсина так чтобы они не удалились слишком далеко друг от друга вероятность одинаковых расстояний 111 стремится к нулю все-таки до одинаковых расстояния между ними чуть больше шансов на кратные расстояния 1234 но в такой арифметики все-таки прослеживается некоторая искусственность не жизнь а вот более сложные экспоненциальные последовательности типа последовательности фибоначчи до 2358 они оставаясь гармоничными и математически безупречными с ограниченным количеством составляющих уже не идентифицируются нашим мозгом как искусственные попробуйте сымитировать случайность красиво разложить пять зернышек вручную избегайте симметрии и одинаковых цезур пауз вы невольно построите или золотую спираль или несколько пар золотого сечения вообще до конца 19 века ритм в искусстве можно было представить в виде лестницы с одинаковыми или последовательно увеличивающимися ступенями и только с появлением модерна который привнес вообще другую линию другую пластику линии который черпал вдохновение в восточных культурах и дикой природе вот этой новой пластикой линии этот ритм нового времени стал более рваным непредсказуемым а симметричным лестница стала непроходимой ее ступень несоразмерны 1 3 9 10 наши апельсиновые зернышки да совсем разлетелись по столу поэтому чтобы все это собрать например в модерне для красоты и гармонии часто прибегали к базовому закону к начальной формуле асимметричный элемент зеркально дублировался восстанавливалась равновесие симметрия побеждала таким образом ритм это последовательность которую мы выбрали или искусственно сымитировали это наша нерегулярная монтажная сетка для устройства симметрии и асимметрии для расположения статичных и динамичных элементов картины это важная составляющая но конечно еще не вся формула не вся